Сейчас на этом месте поля, но возможно уже скоро здесь появится новый мусорный полигон. Жители близлежащих деревень возмущены ситуацией. По их мнению, это негативно скажется на экологической обстановке. Администрация Первомайского района отказалась дать официальный комментарий, но по предварительной информации эта территория полностью соответствует всем необходимым требованиям строительства. Свалки нет! Свалки нет! Свалки нет! Свалки нет! Люди в шоке от идеи строительства полигона здесь, буквально в двух километрах от их домов. Березовка, уверены, жители первые будут ощущать такое соседство. Пару дней назад в этом селе и поселке Новый Первомайского района прошли массовые собрания, где люди собирали подписи против. Это не заброшенные земли. Рядом земля пашется, сеется. Рядом сеются злаковые. Сейчас там растет картошка. И вот эта картошка пойдет в небезызвестные сети торговые. И весь Барнаул скушает ее. И Новоалтайск скушает. И пойдет пятнами. Главное, чтобы не трупными. Сейчас основной объем нашего мусора принимает Барнаульский полигон. О его переполненности говорят уже давно. И в 2017 году даже всерьез рассматривали территорию Центрального района для строительства нового хранилища. Тогда от идеи отказались. А тем временем городской свалки работать до 2023 года. И новый вариант есть. Первомайский район. Здесь, по данным компании «Механизатор», на почти 600 гектарах должен появиться эко-технопарк. Это сам полигон, мусоросортировка и завод по переработке макулатуры и растительного сырья. Ну это издевательство. Просто элементарный вопрос. Почему? В чем виновен Первомайский район? Правда, перерабатывать будут лишь 30% мусора. Остальное, уверены, в Березовке будет вонять. Рядом с селом уже есть очистные сооружения. И, по словам людей, им и так трудно дышать. Еще один страх жителей, что мусор в прямом смысле уйдет в почву. Документы проработаны грамотно. Соответственно, экологическая составляющая с точки зрения поступления грунтовой воды, поверхностной воды. Соответственно, загрязнение значимых для хозяйства страны ресурсов, то есть каких-то там полезных ископаемых, даже культурное наследие там не задето. Все предусмотрено. Те данные, которые нам сейчас стали известны, что на глубине 12 метров нет грунтовых вод. Мы считаем, что информация недостоверная. То есть нужно сравнивать периоды засушливые и дождливые. Рядом находятся русла реки, и все стоки потекут в нее. Правда, с законодательной точки зрения, расстояние до русла реки – 600 метров – допустимо. Проекта полигона пока нет, проведены лишь изыскательные работы. Если место будет выбрано окончательно, говорят в Минприроде региона, информация о нем появится в территориальной схеме. Власти Первомайского района обещают вынести эту тему на общественные слушания. Артем Гусельников, Алексей Фризин. День с толком.